добрый день дорогие коллеги прежде всего хочу вас поприветствовать и попросить проверить если звук и достаточно хорошо слышно просто коротко напишите пожалуйста кто-нибудь что есть или нету и мы тогда начнем ну все отлично спасибо спасибо большое тема нашего сегодняшнего вебинара является австрия горнолыжные туры и какие именно горнолыжные туры предлагает энтурист ну на самом деле несмотря на то что горнолыжные туры продают многие но все-таки не все тем не менее есть определенные все-таки новые люди испытывают проблемы или какие-то вопросы или затруднения при бронировании при продаже горнолыжных туров и в нашей сегодняшней встрече мы постараемся помочь вам больше ориентироваться на австрийских курортах потому что чаще всего горнолыжники они на самом деле очень такая специфическая публика и они знают довольно много чаще даже больше чем любой даже очень хороший упадкованный турагент если только он сам не является активно действующим горнолыжником и в связи с этим всегда возникает много вопросов и горнолыжные горнолыжники обращающиеся в турагентство они это очень хорошо чувствуют и именно поэтому важно разговаривать с ними на одном языке понимать их вопросы понимать их желание и мы постараемся сегодня отделить этому больше внимания и в меньшей степени мы обычно останавливаемся на описание именно отелей потому что информация это столь объемно столь разнообразно что не то что в рамках там даже одной встречи это невозможно сделать но в то же самое время свободный интернет позволяет детали планировок площади номеров наличие инфраструктуры какой-то в конкретном отеле выяснить это самостоятельно во всяком случае мы стараемся это дать и на нашем сайте информацию но и найти ее тоже не представляется сложным а вот как ориентироваться в море горнолыжных туров это более важный вопрос и мы постараемся так сегодня на него ответить ну и так австрия австрия это федеральное государство государство республика австрия который состоит из девяти федеральных земель на слайде на карте схематически вы видите что большая часть вот как бы то что нас будет интересовать и то что мы сегодня будем рассматривать это две федеральные земли это федеральная земля земля Зальцбург-Ирланд или земля Зальцбург и федеральная земля Тироль большая часть курортов востребованных курортов популярных курортов они находятся именно в этих двух землях и несмотря на то что многообразие нам велико других курортов на других землях тем не менее именно мы ограничимся именно этими землями потому что большинство туристов интересуются именно ими и это в общем-то ну уже такой сложившийся факт хотя мы всегда рады любым нестандартным вопросам запросам заявкам и готовы предложить и другие курорты вне рамок сегодняшних сегодняшнего нашего вебинара ну австрия это чаще всего ассоциируется именно с Альпами потому что большая часть территории Австрии а именно Тироль и земля Зальцбург-Ирланд они все покрыты высокими достаточно Альпами что еще замечательного есть конечно же в Австрии это то что для Австрии Австрия входит в шенгенскую зону и любая открытая шенгенская виза является гарантией поездки в Австрию не обязательно это должна быть открытая австрийская виза Австрия как тоже видно на этом слайде очень удобно расположена по отношению к основным аэропортам что дальше влияет конечно же на продолжительность трансферов и основной аэропорт которым пользуются большинство туристов прибывающих в Австрии на курорты это от аэропорт Зальцбурга а также аэропорт Мюнхена который хотя находится в Германии но тем не менее легко можно приехать и любым рейсом чаще всего этим пользуются особенно индивидуальные туристы или туристы у кого нет все равно прямых рейсов в Зальцбург ну вот из Мюнхена также везде организовываются групповые трансферы и туристы спокойно доезжают что еще можно сказать об Австрии что наверное все таки Австрия несмотря на то что другие страны альпийские и европейские тоже предлагают курорты где-то в чем-то лучше где-то в чем-то уступающим австрийским но тем не менее только наверное в Австрии все же есть такое понятие как идеальный отдых потому что все-таки горнолыжный спорт это в общем-то удел наверное не всех людей а люди в основном едут отдыхать и именно в Австрии это превращается в настоящий отдых а не только в спорт ну и помимо всего прочего конечно же Австрия это богатая история это культура это невероятной красоты и природа ну и самое важное что подтверждается многолетним опытом нашим это то что Австрия очень гостеприимная страна и количество возвратных туристов которые все равно приезжают в Австрии с года в год оно действительно очень огромно и этому есть объяснение да им рады и туристы в Австрии это не просто туристы это гости всегда и каждый отель каждый пансион они действительно рады всем туристам ну что еще отличает Австрию от других альпийских курортов в других странах это конечно же очень удобная инфраструктура это то что на каждом курорте есть система бесплатных скибусов которые предоставляют разумеется удобство и комфорт это самые современные подъемники что позволяет гарантировать полную безопасность всем туристам и что не менее важно это то что подъемники регулярно обновляются то есть в Австрии ну практически нельзя сейчас найти уже мест каких-то небольших поселков или курортов где действительно вы встретите старые подъемники за этим следят очень строго что следует отметить может быть это не в несколько негативно можно сказать так но на самом деле это не негативно просто особенность австрийских курортов исторически австрийские курорты это были как бы какие-то там поселки городочки деревни и когда произошел бум и строительство горнолыжных подъемников конечно же ни один поселок ни одна деревня не рассматривал вопрос о том чтобы половину особенно в центре чего-то снести и поставить там подъемник именно поэтому сами подъемники очень часто они не находятся в центре курорта это как бы особенность хотя все туристы конечно же хотят скинский аут и такую возможность предоставляют им например французские курорты но они изначально по-другому строились они другие по духу по атмосфере но в Австрии вот этот как бы такой условно говоря минус он конечно существует не везде есть подъемники которые находятся прямо в центре и даже если подъемник находится в центре далеко-далеко не все отели могут разместиться именно около этого подъемника но для компенсации всех этих как бы таких условных видимых неудобств конечно же и всегда работают бесплатные эскипусы многочисленные маршруты которые на каждом конкретном курорте ходят и собирают всех туристов от всех-всех даже самых дальних отелей поэтому все это как бы решается ну и про возможность коротких трансферов я уже сказала потому что это очень удобные сообщения и из Зайсбурга и из Мюнхена к сожалению но вот возвращаясь к предыдущему слайду для тех кто не очень хорошо знаком с географией Австрии несмотря на то что Австрия это горные лыжи и ассоциируется с Альпами но тем не менее Австрии конечно же всегда вспоминают когда говорят Австрии про Вену но вот совместить горнолыжный отдых и посещение Вены к сожалению из-за удаленности Вены от основных зон катания конечно же не очень представляется возможным то есть это неудобно теоретически это возможно и такие туристы у нас есть которые просят как бы так вот совместить но в индивидуальном порядке то есть готовых таких пакетных туров мы не делаем потому что от Вены очень далеко ехать и туристы все-таки выбирают горнолыжный отдых а Вена это как бы отдельно рассматривается ну и что еще же есть такого на замечательных австрийских курортах конечно же это очень развита инфраструктура есть еще такое понятие опрыски то есть в переводе с французского означающие после лыж но тем не менее хотя это слово французское именно в Австрии понимание этого достигло своего апогея и именно австрийские курорты славятся своими знаменитыми опрыски и конечно же это не только рестораны, кафе и бары то есть такие как бы классические цели для вечерних походов в Австрии есть всегда обязательно вечерняя программа на многих курортах есть ночное катание на освещенных трассах это не вся конечно же зона катания это несколько трасс катание на санках тоже очень интересно обычно всегда это сопровождается еще с посещением какой-нибудь горной хижины и потом спуск на санях вниз можно это сделать неоднократно еще следует отметить что на австрийских курортах есть большие спортивные и аквакомплексы и к сожалению далеко не каждые отели имеют у себя бассейны и честно говоря чаще всего это в общем-то это даже не является такой вот насущной необходимостью хотя конечно же когда туристы приходят к вам они обязательно говорят мы хотим отель с бассейнами но вот по опыту могу сказать что на самом деле среднестатистический турист даже проживая в отеле с бассейном который заведомо всегда дороже и бывает иногда существенно дороже отеля без бассейна он может его посетить один раз и даже если это не очень большой отель порядка там 40 комнат бассейны чаще всего все-таки в отелях не такие большие не такие грандиозные ну за исключением там отеля уже там пять звезд категории лакшери и в этих небольших скажем бассейнах если предположить что все после четырех часов хотят посетить бассейн конечно же не всегда это бывает достаточно комфортно и сказать что это прямо вот самое лучшее что можно придумать нет и мы всегда на самом деле советуем и стараемся обратить внимание на какие-то другие отели которые может быть и не имеют бассейн но зато на курорте существует скажем вот такой аквакомплекс где действительно большие бассейны их как правило несколько чаще всего это собрежено еще совещено с большим количеством разнообразных саун тренажерных залов и так далее то есть это вот такой большой большой комплекс в котором можно провести и день и больше ну и часто это бывает и нормальный комплекс что особенно приятно но об этом чуть чуть позже будем рассказывать на некоторых курортах это действительно возможно ну вот наверное о курортах в общей сложности все и еще хотелось бы отметить один ну или не один а несколько таких нюансов по поводу отельной базы не скажу что это как бы такая большая уж прям большой минус австрийский курорт на самом деле такая ситуация есть на многих курортах и на итальянских и на французских но тем не менее отели на курорты как правило небольшие и если речь идет о размещении групп мы всегда заранее просим заранее заранее старайтесь со своим постоянным туристом даже если это небольшая группа 9-10 человек для каждого конкретного отеля иногда это может быть большой проблемой если отель большой то это пожалуйста если маленький то надо конечно же как-то работать с таким запросом искать какие-то варианты какие-то компромиссы которые подойдут в австрийских отелях на курортах практически нет или же есть но очень мало одноместных номеров и это тоже как бы часто каждый год встречаются такие вопросы потому что группа даже если это не 10 человек которые все хотят в сингл но хотя бы даже если из 10 человек 3 человека хотят в сингл это уже может быть проблемой и отели не могут предоставить такое количество одноместных номеров в такой ситуации мы конечно же тоже пытаемся найти какой-то компромисс разумный но в частности все таки уговариваем туристов поехать в двухместный номер там где есть возможность даже трехместного номера чтобы люди были на разных кроватях если они с этим согласны ну наверное по отельной базе и вернее по номерному фонду что еще стоит отметить это то что Австрия это ну как бы так сложилось исторически что это страна пансионов что такое представляет пансионы это небольшие частные домики с хозяевами которые проживают на одном этаже и скажем один или два других этажа сдается под номера в принципе это абсолютно такие же нормальные отельные номера но только в этом пансионы не будет большой инфраструктуры в частности бассейна сауны но повторюсь что бассейны есть далеко не во всех отелях даже 4 звезды про отели 3 звезды это скорее редкое исключение которое могут предоставить бассейн ну и некоторая и такая же ситуация с саунами во всяком случае если есть пожелание иметь сауны и бассейны надо конечно же исходить из бюджета к сожалению это не всегда стыкуется и если это не стыкуется обращайте внимание на рекомендации на другие отели но при этом на курорте существуют вот как я уже рассказывала большие аквакомплексы ну и сейчас минуточку не переключается что еще конечно же отличает Австрию то что я говорила это богатая история и культура и это соответственно невероятные возможности экскурсионные потому что все курорты находятся не так далеко от замечательных мест от таких как и город Зальцбург родина Моцарта и город Инсбург музей Зваровского очень популярно у наших туристов Мюнхен замки Баварии а также это и Венец и Лихтенштейн то есть даже перечень один такой вот как бы возможных поездок во время пребывания отдыха он в общем-то гарантирует интересный отпуск и как правило туристы на один из дней если будут скипаться по выбору они едут с удовольствием на экскурсии предлагаемых предлагаемые гидами на курорте важная часть это конечно же программа авиаперелетов на эту зиму традиционно так же как и несколько предыдущих лет у нас стартует наша программа на регулярном рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Зальцбург рейс выполняется по субботам из Домодедова ну как бы про безопасность и надежность авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь вообще не приходится сомневаться хотя мы и раньше в ней не сомневались и прекрасно сотрудничали потому что по многим давнишним и современным рейтингам это действительно одна из самых надежных авиакомпаний все туристы которые у нас бронируют туры обязательно входят в пакет у них трансфер который предоставляется к этим рейсам в отличие от некоторых других туроператоров очень прошу вас обращать внимание потому что это очень частый вопрос сейчас а входит ли у вас трансфер а входит ли у вас багаж а входит ли лыжи вот все наши контракты и из москвы и из санкт-петербурга они не предполагают никаких доплат обязательно входит в тариф авиабилета уже провоз ручной клади одного места багажа 23 килограмма и провоз одного комплекта горнолыжного снаряжения на одного пассажира и разумеется групповой трансфер если потому что мы считаем что продавать пакет это значит продавать пакет а не в отдельной части и из санкт-петербурга программа такая же с авиакомпанией с 7 airlines по субботам все то же самое относится на высокие даты у нас будет еще на 2 и 9 традиционно на каникулярную неделю и в ближайшее время они появятся такие пакеты на нашем сайте обращайте внимание еще обязательно надо отметить чтобы это как бы осталось то мы предлагаем из многих городов пользуясь нашей системой динамического пакетирования на регулярных рейсах в основном это Мюнхен любые туры поэтому если есть желание с перелетом и из Москвы и из Санкт-Петербурга и из Казани возможные перелеты поэтому пожалуйста смотрите на наш сайт также с групповыми трансферами на любой курорт который предлагает предлагает компания Интурист ну и приступим наконец к рассмотрению наших основных курортов и начнем мы с земли Зальцбург с столицы в городе Зальцбург одноименным и основные курорты которые здесь у нас представлены это курорты Целямзе и Капрун Зальбах Хинтерглем и Долина Гаштайн с некоторыми курортами что следует отметить это то что от Зальцбурга до основных этих курортов очень непродолжительные трансферы и это действительно большой плюс и это некий аргумент потому что многие туристы все равно как бы очень настороженно относятся к перелетам в Зальцбург потому что исторически перелеты в Зальцбург были на чартерных компаниях но подчеркиваю что все программы это регулярные рейсы это блочные места и уральские авиалинии и Сибирь поэтому ну как бы никаких проблем там с опозданиями задержками но в последние годы вот с этими авиакомпаниями у нас не было никогда и это большое преимущество все таки короткие трансферы потому что если сравнить с Мюнхеном конечно же этот трансфер может быть очень протяженный учитывая загруженность по субботам всех дорог и прежде всего автобанов потому что вся Германия по субботам встает на колеса и едут так же отдыхать ну и первый курорт который мы с вами посмотрим сегодня это курорт Целямзея или же на самом деле Целямзея и Капруна это два курорта и хотя они не связаны друг с другом я имею ввиду подъемниками или трассами но тем не менее это единый регион с единым скипасом и очень просим вас обратить на него внимание потому что обычно с него начинается знакомство наших российских туристов и это в общем не случайно это курорт который позволяет ну во-первых начать свое знакомство с австрийскими альпами и может быть если там в чем-то еще не уверен настолько туристы могут найти себе любое другое желание по душе ну коротко о зоне катания Целямзея сам поселок сам курорт он находится на берегу очень красивого живописного горного озера Целлерзея на таком небольшом даже полуострове и в самом Целямзея есть два основных подъемника который один из которых прямо находится в центре и второй если вот на слайде чуть выше и правее это тоже подъемник Целямзея туда же на ту же самую городу Шмидтенхюэ подъем идет но он немножечко вынесен за пределы курорта левее Целямзея на слайде можно увидеть поселок Шутдорф который административно является частью Целямзея но в этом Шутдорфе есть свой собственный подъемник и этот подъемник тоже ведет на эту же самую гору Шмидтенхюэ поэтому возможности здесь довольно большие и на левой части слайда есть схема катания и курорт Капрун и великолепно над ним расположенный ледник Кинштайнхорн часто говорят что ледник Капрун на самом деле это не совсем так все-таки ледник называется правильно Китштайнхорн и что здесь как бы из нюансов чаще всего вопросы если они касаются Капруна они сводятся к следующему что мы хотим в Капруне отель около подъемника ну это как бы совершенно невозможно потому что в Капруне от поселка Капрун до ледника нужно все-таки ехать на автобусе и это как бы справедливо для всех было до последнего момента потому что в этом году в декабре месяце планируется грандиозное событие а именно сейчас я немножечко перелесну слайд а именно нет наверное я с другого начну чтобы не путать вас по поводу связок и новостей курортов ну тогда вернемся немножко к цели Амзея потому что рядом с цель Амзея находится но никогда не был связан хотя географически это не очень далеко курорт Зальба Хинтерглем и многие туристы проживая в цели Амзея несмотря на отсутствие всякой связи они очень часто катались ездили самостоятельно либо брали машину либо на такси либо на рейсовых автобусах именно в курорт Зальба Хинтерглем и это действительно огромнейшее преимущество потому что это еще более двухсот километров трасс и это делает как бы отдых именно в цели Амзея в Ковруне в этом регионе ну таким довольно сбалансированным идеальным то есть с одной стороны можно кататься можно кататься поехать в соседнюю зону катания можно в цели Амзея остаться если все устраивает это великолепные прогулки возможности их по берегу озера и конечно же довольно насыщенная активная жизнь потому что цель Амзея он в отличие от многих других курортов он все-таки представляет из себя такой городок ну и цель Амзея это конечно великолепное сочетание ледник, озеро, горы потому что только в таком формате он существует и это передает ему действительно некую уникальность потому что в Австрии ну скажем такой достойной зоны катания где есть и огромное озеро в общем-то нету то есть есть озера но есть менее значимые и менее протяженные зоны катания максимальная высота зоны катания цель Амзея на горе Шмиттенхюе около двух тысяч метров общая протяженность трасс 75 километров и конечно же то что есть сейчас практически на каждом современном курорте это и сноуборд парки со всякими различными снарядами и всем на свете это и санная трасса но что очень важно особенно учитывая что цель Амзея максимальная точка подъема это две тысячи метров это конечно же новейшая система снижения и в цель Амзея практически все трассы они имеют оборудование для возможности оснижения трасс это снежные пушки и они которые начинают работать очень рано уже в октябре с первыми заморозками что создает гарантию снежного покрова в течение всего зимнего сезона хотя в последние годы вот как бы проблем не то что таких не было а даже было слишком много снега и в общем то снежные пушки это вот как бы такая уверенность что если вдруг даже будет аномально теплый год для туристов это не составит никаких проблем а самое главное на самом деле чтобы вы понимали снежные пушки это не для того чтобы сделать снег когда его нету снежные пушки они начинают работать очень рано и они создают подложку на трассах горнолыжных для того чтобы этот горнолыжный сезон был продолжительным он продолжался и в феврале и в марте а иногда и позже так вот чтобы мартовский снег не так хорошо таял снежные пушки работают снег нагнетается он утрамповывается и тем самым как бы решаются все проблемы ну а уж для наших туристов которые едут в декабре в январе и феврале в общем то проблем обычно не бывает никогда ну вот вкратце наверное о зоне катания цель Амзе и все ну и теперь о новинках а новинки этого года это связка которая с соседнюю долину будет долину Глемталь где находятся как я уже говорила два курорта Зальба Хентерглем эту связку уже начали несколько лет назад строить и верхние очереди были построены и вот в этом году это действительно будет уже единый эскипас это будет единая зона катания единственное что нюанс в общем то связать прямо идеально то есть чтобы ни с одной трассы попал сначала другой трассы не получилось и там будет небольшая связка на автобусе шаттл но поверьте австрийцы делают все высочай на высочайшем уровне и никогда как бы там ожидания в этом месте не будет просто просто возможность не объезжая в течение там сорока минут чтобы попасть с цель Амзе и в Зальбах можно спуститься сразу и подождать всего там 3-5 минут для того чтобы попасть на трассы Зальбаха ну а в Зальбахе чуть позже и что же такое цель Амзе если как бы коротко его охарактеризовать то конечно же в первую очередь это универсальный курорт в первую, в вторую, в третью то есть это курорт который подходит идеально всем он подходит семьям он подходит людям спортивным он подходит компаниям одиночкам это действительно универсальный курорт здесь же следует отметить все очень много всего сделано для русскоязычных туристов то есть для российских туристов будет весьма комфортно потому что очень много информации всегда работают гиды наши русскоговорящие в самом цель Амзе конечно же есть спортивный комплекс с бассейнами с саунами паровой бани есть закрытый каток есть открытый каток есть возможность для занятия беговыми лыжами ну и то что курорт активно привлекает своих гостей многочисленными фестивалями и концертами которые проводятся в разные периоды в разные месяцы и наличие казино для многих это тоже как бы возможно может будет привлекательным и в цель Амзе ну если быть точным то между цель Амзе и капром есть построен несколько лет назад термальный комплекс Тауэрнспа он же отель Тауэрнспа но посещать его можно не только проживающим в отеле в этом но и всем гостям цель Амзе что же кому что же подрекомендовать цель Амзе ну в идеале наверное не в идеале можно порекомендовать тем кто планирует встать на лыжи или еще не уверен сам в своих технических способностях или же планирует поставить детей для начинающих здесь действительно прекрасно потому что всегда можно ну что что называется уйти с этой лыжни и как бы продолжать прекрасно отдыхать для тех кто любит вечернюю жизнь и ночную жизнь конечно же цель Амзе тоже прекрасное место но и для тех кто ориентирован и на шоппинг и на экскурсионную программу потому что цель Амзе сам находится очень удобно по отношению и к Зальцбургу можно съездить или в любые другие места можно это сделать организованно с экскурсиями можно сделать самостоятельно потому что в Цель Амзе есть железная дорога что тоже очень удобно и многие туристы пользуются такой возможностью по отелям в Цель Амзе конечно я не буду останавливаться на всех ну отмечу просто вот как бы популярные отели которые проверены временем нашими туристами нашими экспертами это конечно же отель один единственный который есть в Цель Амзе в следующей категории 5 звезд отель Зальцбургер Хофф очень популярный у российских гостей гранд-отель который находится на самом берегу озера с великолепной панорамой которая открывается практически из всех номеров этого отеля и отель Вальдхофф нацелен больше на спортивную составляющую потому что он находится прямо около подъемника если помните вот у того дальнего вынесенного подъемника и отель в центре это отель Нойпост отель Сан-Георг очень много отелей в категории 4 звезды качественных четверок больше проблем в Цель Амзе из-за того что это все-таки не деревня так условно а городочек именно с бюджетными размещениями их не так много и фактически в Австрии тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет и не только в Цель Амзе но и на других курортах что вот те самые пансионы о которых мы говорили которые всегда были примером достаточно демократичного и бюджетного размещения вот как бы их становится все меньше и в Цель Амзе их и так было не очень много но вот некоторые остались и здесь я бы обратила внимание конечно же на пансион Херцог очень удачно расположенный очень недорогой и в то же самое время идеальный конечно же по соотношению цены и качества отдыха ну и теперь мы ко второй части региона Цель Амзе и Капрун переходим это поселок Капрун и ледник Китштайнхорн ну что такое ледник это конечно же стопроцентная гарантия снега потому что зона катания ледника Китштайнхорн она позволяет кататься до высот до 3000 метров конечно же здесь никаких снежных пушек уже нет снег здесь натуральный естественный зона катания сама по себе не очень большая как обычно на ледниках бывает но это очень хорошие удобные широкие трассы тоже прекрасно подходит и для начинающих и для совершенствующихся и в общем то можно охарактеризовать его как действительно комфортное катание что касается других атрибутов конечно же в Капруне есть все есть и санная трасса и лыжные школы и детские сады и сноуборд парк это как бы все в Капруне есть ну и то что вот я хотела сказать еще в начале это то что в Капруне не было никакой связки между поселком и ледником Капрун ну потому что это довольно далеко было и тем не менее в Капруне был еще один небольшой поселок подъемник свой собственный Майскоголь и на этот на эту гору можно было подняться ну практически из центра курорта но курорт довольно сам протяженный поэтому далеко не от всех отелей это возможно и было и сейчас и вот теперь не надо ехать на автобусе прямо вот до ледника Кинштейнхорна хотя можно продолжать конечно есть и так но создана другая ветка для того чтобы подниматься в ту же самую зону катания можно подняться на эту гору Майскоголь как здесь вот на слайде изображено и затем большим подъемником 3К можно приехать уже непосредственно на ледник Кинштейнхорн это большое событие для региона потому что это конечно же привлечет еще больше желающих потому что это удобно это комфорт это скорость меньше времени как бы тратить и на дорогу и на подъем ну во всяком случае вот такое событие грядет в декабре в регионе Цель Амзея Капрун ну и что сказать в двух словах о Капруне самом конечно же это тоже спортивный очень и универсальный курорт ну вернее как он универсальный тоже а спортивный он потому что на леднике Капрун конечно же очень удобно совершенствуется очень многие приезжают туда спортсмены группы особенно в межсезонье что есть в Капруне то что мы уже упоминали Цель Амзея это термальный комплекс Тауэрн Спа помимо комплекса есть еще собственный бассейн есть возможности очень хорошие для беговых вышей даже больше чем в самом Цель Амзея ну и все что есть на любом курорте вся инфраструктура здесь представлена в полной мере что хотелось бы еще конечно же заметить это то что очень часто среди и туристов и агентств я даже не знаю откуда эта информация ну считается что вот как бы Цель Амзея это вот так весело тусовочно а вот Капрун это такое вот деревня захолустье и довольно скучно это конечно же не так потому что в последние годы Капрун очень сильно динамично развивался и он фактически преобразился и в общем то в самом Капруне есть все необходимое для полноценного отдыха после лыж и именно поэтому Капрун стал таким самостоятельным самодостаточным уже курортом хотя он и находится в связке с Цель Амзея и это конечно же не минус а скорее большой плюс кому можно рекомендовать отдых на Капруне ну опять же вот для тех кто планирует встать на лыжах и кто планирует как бы повысить свои навыки и для тех кто любит большие широкие поля ну и для тех кто любит высоту конечно же потому что все таки это большая разница когда катаются туристы на высотах до 2000 ниже 2000 и выше 2000 это конечно же на любителя ну и на того кто ну по здоровью может потому что на больших высотах это тоже не всегда полезно бывает отели в Капруне ну здесь на слайде изображен конечно же не отель а ледяная хижина которая есть на Капруне довольно модная история сейчас на многих курортах ну а в отеле это конечно же Тауэрнспан отель с одноименным термальным комплексом это отель Альпинхаус четыре звезды очень популярный у российских туристов отель Антониус отмечу что в этом отеле все номера они двухкомнатные потому что одна комната спальная представляет из себя одна комната гостиная именно поэтому как бы для семей даже 2 плюс 1 и 2 плюс 2 тем более это наиболее такой удобоваримый вариант ну и также отель Тони отель Сан Флориан и демократичные и бюджетные варианты размещения в Капруне это пансион Аустрия пансион Бергблик ну и следующая большая зона большой регион большая зона катания это довольно известные на российском рынке сальвы и в меньшей степени известные два названия курорта это Леоганг и Фибербрун несмотря на то что они сейчас в данный в данный момент с 16 года объединились все в один большой гигантский регион и это действительно сейчас громадная зона катания более 270 километров трасс просто больше известные алиоганг и Фибербрун они как бы и находятся чуть-чуть в стороне от основной зоны катания но и менее известные хотя это ничуть не хуже но традиционно размещение предлагаем мы только на двух этих курортах это Зальбах и Хинтерглем если посмотрите на схему катания всей долины Глемталь то внизу находится в самом центре находится курорт Зальбах чуть выше него по удалению находится курорт Хинтерглем от Хинтерглема можно вправо уйти в Фибербрун и от Зальбаха вправо можно уйти на курорт Лиоганг зона гигантская зона огромная зона такая что в общем то даже за неделю ну среднестатистическому лыжнику не всегда удается это все выкатать краткая скинфо это вот то что чем больше всего пользуются туристы когда обращают внимание когда занимаются выбором место своего отдыха максимальная зона катания 200 при высоте курорта 840 метров протяженность повторюсь это гигантская для Австрии действительно километраж это 270 километров трасс и все трассы связаны между собой всеми подъемниками и подъемниками в том числе они образуют гигантский такую ски сафари который называется лыжный цирк ну и конечно же что есть и в в Зальбах и Хинтерглеме в том числе это сноуборд парк находится он в нескольких частях есть и в Зальбах и Хинтерглеме есть санные трассы есть несколько довольно сложных школ и что следует отметить очень хорошие в Зальбах и Хинтерглеме детские школы и лыжные школы и хотя в большей части на слуху те кто касался австрийских курортов если речь возникает заводится об детском отдыхе и детских школах все вспоминают серфаус но вот в Зальбахе я бы обратила внимание тоже великолепные возможности для этого есть и очень-очень хорошие высококлассные школы какой Зальбах Хинтерглем и для кого его можно рекомендовать ну он конечно же универсальный тусовочный рекомендовать стоит для тех кто любит ски сафари и кто предпочитает активную вечернюю жизнь из минусов ну я бы отметила это то что все-таки Зальбахе Хинтерглем он в отличие от того же Целямзе и Капурна он не бюджетный курорт и это курорт где основной отельную базу все-таки составляют отели 4 звезды и в меньшей степени отели 3 звезды это как бы накладывает отпечаток но найти как бы бюджетное размещение с пансионами ну скажем по цене пансионов там в Капуне к сожалению здесь ну теоретически возможно но тогда они будут очень-очень далеко находиться от основных зон катания и нужно каждый день ездить на лыжном автобусе хотя такая возможность есть но сейчас возможно видите и проживая в Целямзее кататься в том числе и в Зальбахе отели отельная база о которой я сказала отель есть один имеющий категорию 5 звезд Альпин Палас и очень большой выбор отелей 4 звезды это и Альпан отель и Пантерс Пантер и Бергерс и Глем Таллерхоф и отель Дорф Шмиде и к сожалению не очень много возможностей для размещения в бюджетных пансионах ну на этом наверное регион Зальбахе мы оставим и переместимся в долину Гаштайн долина Гаштайн тоже расположена в земле Зальцбург и здесь мы представляем три курорта Батгаштайн Батховгаштайн и Дорфгаштайн ну как уже следует из самих названий Бат это термы термальные источники термальные воды и это курорты которые особенно что это касается Батгаштайна и Батховгаштайн которые наверное мало похожи на какие-то другие курорты и развитие их происходило вовсе не как горнолыжная дестинация а как термальные курорты именно поэтому они по-другому выглядят хотя горнолыжная составляющая здесь представлена в полном объеме на слайде здесь видно что в центре находятся вот долины Батгаштайн чуть ниже по долине находится курорт Батховгаштайн и еще ниже находится Дорфгаштайн а вот в самой верхней части находится еще одна зона катания спортгаштайн и спортгаштайн это отдельно изолированная зона катания на нее нужно до нее надо добираться только на лыжном автобусе а вот курорты Батховгаштайн и Батгаштайн они связаны друг с другом и трассами и подъемниками поэтому перемещаться можно между ними спокойно Дорфгаштайн изолирован тоже отдельно до него надо доехать на лыжном автобусе но разумеется обладателям скипаса доступны все трассы и все подъемники то есть можно спокойно перемещаться по долине и кататься по желанию в любом месте этой долины скинфо по катанию в долине гаштайн максимальная точка подъема 2686 метров довольно высоко но это касается конечно же в первую очередь вот дальнего того региона спортгаштайн общая протяженность трасс 200 километров и хочу отметить конечно же что несмотря на то что большинство туристов приезжают именно в Ватгаштайн и в Ватховгаштайн это связано исторически с тем что очень хорошие кооперации с отелями именно на этих курортах и хорошие контракты всегда но вот в Дорогаштайне тем не менее прекрасное катание и многие туристы проживая на двух упомянутых курортах есть откататься именно в Дорогаштайн что еще следует отметить конечно же ну как бы наличие всей горнолыжной инфраструктуры здесь есть все но главное что отличает долину Гаштайн это конечно же сочетание сочетание горы и термы и в Ватгаштайне есть термальный комплекс и который называется Фельсен термо и в Ватховгаштайне термальный комплекс называется Альпентерме это самый большой термальный комплекс в Европе и большинство отелей они имеют бассейны с термальной водой и конечно же они предлагают всевозможнейшие процедуры и спа-процедуры основанные на лечении и это конечно уникальная возможность уникальная такая изюминка всего всей долины Гаштайн потому что такого ну мало где еще есть в Австрии ну вот здесь здесь это представлено в полном объеме есть здесь в том числе и лечебные радоновые штольни для конечно полноценного курса надо провести там довольно много времени но наши туристы очень любят туда такие разовые даже посещения ну потому что это любопытно необычно и не требует много времени также конечно же здесь прекрасный шоппинг и кому можно рекомендовать да для тех кто хочет сочетать горы и термы здесь довольно все очень просто никаких нету таких больших нюансов то есть прекрасное времяпровождение для семьи где один кто-то катается кто-то катается меньше или не катается вовсе но зато они прекрасно могут целый день этих комплексов проводить ну во всяком случае вот для таких вот половинчатых решений это действительно уникальный и стопроцентный курорт что касается отельной базы ну как вот видно и на этом слайде на нескольких предыдущих отель отелей они даже не самые курорты они по-другому выглядят это действительно такой немножко имперский стиль это действительно девятнадцатый век и действительно там все овеяно истории и многие великие знаменитые писатели художники не только немецкие австрийские но в том числе российские сюда приезжали отдыхали лечились и это наложило свой отпечаток на архитектуру на дух на атмосферу ну во всяком случае это не деревенское скажем времяпровождение поэтому здесь нету таких недорогих пансионов но тем не менее Батгаштайн в последние годы стал действительно очень популярен у наших туристов как я уже сказала потому что очень хороший контракт очень хорошие коммуникации со многими отелями и это касается и категории 4 звезды и категории 3 звезды поэтому собственно говоря в последние годы из-за проблем экономического характера многие наши туристы выбирают этот регион катания рублем ну а так конечно же отель все соответствуют свои своим звездам ну и повторюсь практически все отели 4 звезды имеют бассейны даже у очень многих отелей 3 звезды тоже есть бассейны или какие-то небольшие там ванны или ну мини такие бассейны и это все есть в самих отелях помимо того что можно посещать термальный комплекс ну и там вот в полной мере все это получать на целый день ну и плавно перемещаемся на запад это федеральная земля Тироль большинство курортов конечно же расположены именно в федеральной земле Тироль но хотелось бы конечно же предвосхитить потому что очень часто бытует мнение что вот в Тироле все и лучше и горы выше и курорты круче ну это конечно не совсем так курорты здесь другие они отличаются многие от Сельсбургерланда но тем не менее надо рассматривать в общем-то каждый конкретно курорт и нельзя сказать что здесь все лучше хотя они очень достойные и в первую очередь вот то о чем я только что говорила это экономическая составляющая к сожалению курорты Тироля из-за своей востребованности они не отличаются такой лояльной ценовой политикой и именно поэтому отдых в Тироле все-таки будет скажем при прочих равных категории 4 звезды все же здесь дороже но это не касается всех курортов но мы рассмотрим более детально некоторые из них обращу внимание что в рамках сегодняшнего вебинара мы не все сможем конечно же рассмотреть но вы можете всегда посмотреть на нашем сайте либо обратиться лично написав нам или позвонив всегда очень рады любым вопросом на эту тему итак Тироль курорты Тироля достигаются нашими туристами также из аэропорта Зальцбурга в основном и если вы посмотрите вот на схему на карту самого Тироля вот Зальцбург он будет как бы находиться правее и соответственно близко курортом долины Целерталь Кицбюэлю это курорт Мэрхофен Хиппах Целям Целлер и для курортов западного Тироля такие как Зёльден Ишигаль и Сант-Антон это будет дальше но тоже как бы такой вот уверенность всегда существует что от Мюнхена добираться до Тироля ближе это совсем не так то есть если право восточный Тироль ну условно восточный Кицбюэль Мэрхофен точно Зальцбург будет ближе и удобней для туристов то есть с точки зрения трансфера то для западного Тироля Сант-Антон Зёльден и Шекельсерфаус расстояние будет примерно одинаково либо на 20 км дольше путь от Зальцбурга чем от Мюнхена но по времени это чаще всего либо одинаковое время либо даже от Зальцбурга бывает быстрее добираться потому что действительно очень от Мюнхена бывает заполнен автобан поэтому обращайтесь на это внимание когда туристы настаивают на перелете по каким-то причинам что иногда может это сыграть свое какое-то решающее значение и вот такой аргумент что от Зальцбурга на самом деле тоже удобно добираться Курорт Зейфельд Курорт наверное самый необычный среди курортов представленных и в этом нашем вебинаре и в наших программах потому что потому что если исходить из характеристики такой как скинфо то есть общая протяженность трасс здесь всего именно в самом Зейфельде всего 40 км трасс и это конечно же цифра не очень большая особенно для наших таких настоящих горнолыжников но тем не менее это курорт который уникален тем что он предлагает еще огромные возможности для беговых лыж и это в последние годы тоже стало довольно модным довольно популярным и туристы берут с собой два комплекта лыж или берут на прокат непосредственно на месте потому что это мега действительно для беговых лыжников и именно здесь в те годы когда в Инсбурге в столице Тироли проводились олимпиады в 64-76 году здесь проводили все лыжные соревнования программа олимпийская и в прошлом году в Зейфельде проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта и здесь ну наверное в Австрии другого такого места сложно найти вот здесь как бы это все все возможно про скинфо возвращаемся конечно же я сказала что не так много горнолыжных трасс по протяженности но тем не менее можно брать общий эскипас как это часто вот в Австрии бывает объединенные и можно кататься на некоторых других небольших зонах катания рядом а также в зону катания входит еще гармеш Партенкирхен который находится уже в Германии но до которого можно доехать на поезде и это входит тоже это совсем недалеко 40 минут примерно ехать ну для настоящих гурманов это в общем-то не расстояние и возможность прокатиться на знаменитой трассе тоже кубковой трассе Кандагар конечно же выглядит всегда привлекательно ну и очень хорошие лыжные школы конечно же в Зейфельде это следует отметить и несмотря на то что здесь не очень высокая абсолютная точка высота катания но тем не менее это сильно очень снежное место сам Зейфельд находится на высоте 1200 метров на плато приподнятом над основной долиной и выше города вот Инсбрук в частности от которого он недалеко расположен поэтому проблем здесь со снегом в общем-то нету и не бывает как вы видите здесь на слайде но что отличает еще Зейфельд конечно же это такая курорт респектабельный и есть такой клуб лучшие курорты Альп и это один из курортов который входит в этот клуб лучшие курорты Альп здесь находится огромное количество отелей 5 звезд чего нет ни на одном курорте в Австрии а все остальные отели это очень-очень хорошего уровня серии премиум лакшери отели 4 звезды здесь совсем не очень хорошо все с пансионами бюджетными но тем не менее условно-бюджетное размещение здесь тоже есть ну и конечно же есть аквакомплекс очень хороший есть казино ну во всяком случае для кого можно порекомендовать для хорошего комфортного отдыха для тех кто с удовольствием покатается но будет это делать не каждый день исключительно в хорошую погоду а в остальное время найдет себе занятия по душе в отеле это шопинг это поездки на лошадях по самому поселку это красиво это с достойностью можно принимать в окружении прекрасных гор и ну скажем так шикарной публики наверное один из немногих курортов действительно очень много дам приезжают в шумах они при этом прекрасные горнолыжницы но вот такая вот изюминка в этом есть ну и отельная база Зейфельда ну у нас в программе представлен один отель категории 5 звезд Клостерброй очень давно работающий на русском рынке очень хорошо относящийся к российским туристам и отели 4 звезды есть вполне себе как бы достойные не очень такие вот дорогие условно говоря как отель Кальтшмидт есть все таки более люксового уровня отель Санкт-Петер но и недорогой отель Зольштайн тоже вот как бы его можно рекомендовать всегда наряду с традиционно популярным у нас у наших туристов отеля Меттухов имеющий категорию 3 звезды следующий курорт в нашей программе это курорт Китсбюэль Китсбюэль довольно известный курорт это курорт с которым связано в том числе зарождение горнолыжного спорта горнолыжного отдыха и строительства первых подъемников одних из первых подъемников это курорт который тоже относится к категории наверное не ну вот не курорт не деревня а курорт город потому что это очень красивый очень такой сказочный средневековый городочек находящийся в горах и окруженный этими горами и несмотря на такую вот живописность здесь конечно же великолепное катание ну чуть подробнее о катании в центре вот слайда здесь расположен сам по себе курорт Китсбюэль и хочу обратить внимание справа находится курорт Кирхберг и это курорт Кирхберг у которого есть свой собственный подъемник и этот подъемник привозит всех гостей на ту же самую гору на которую можно подняться из Китсбюэль и Кирхберг это всегда такая альтернатива Китсбюэлю альтернатива в плане бюджета альтернатива в плане ну атмосферы может быть чуть более спокойная там более такая австрийская австрийская деревня нежели сам по себе Китсбюэль ну вот мы предлагаем отели и в Китсбюэле и в Кирхберге хотя это единая зона катания максимальная зона катания высота катания это 2000 метров Высота курорта 800 метров и общепротяженность 165 километров трасс. Это много. Здесь предлагается туристам, всем гостям Китсбюэля ски-сафари, то есть то самое, когда можно проехать по всем подъемникам и по всем трассам, не повторяясь. Везде схемы вот этих ски-сафари разных колец, разных маршрутов, они везде есть, конечно же, информации непосредственно на курорте можно найти. И что еще отличает Китсбюэль? Мы говорили в Целямзе об этом. Это то, что здесь не очень большие абсолютные высоты, но здесь действительно стоят самые современные последнего поколения системы искусственного снижения, которые даже не требуют отрицательной температуры, и они генерят снег с раннего времени. То есть тем вот уже сейчас, в скором времени, начнется заготовка снежного покрова, который создает подушку для снежных трасс. Повторюсь, не бывает действительно такого, чтобы там не было снега. И, ну, подтверждением, в частности, на этом слайде, видно, что в январе месяце проходит один из самых престижных этапов Кубка мира по горнолыжному спорту Ханан Камренен, и он проводится именно в Китсбюэле. И это громадный праздник, просто грандиознейший, на который все съезжаются. И для австрийцев это, в общем-то, такой вот символ довольно большой и очень важный. Какой Китсбюэль? Ну, в первую очередь, да, элитный и действительно очень спортивный. И проехаться, скажем, по знаменитой трассе скоростного спуска – это действительно подчетно, это достойно, престижно. И сюда едут люди в основном все-таки тоже немножечко не из бюджетного сегмента, хотя есть, конечно же, отели, которые не очень дорогие, в частности, и в Кирберге. Но в Китсбюэле, скажем, дешевых отелей и пансионов, ну, нет вообще. То есть это все-таки скорее элитный отдых, как я уже сказала. Для тех, кто любит вечернюю жизнь, ночную жизнь, это, конечно же… Для тех, кто любит вечернюю и ночную жизнь, это прекрасно. И, конечно же, все возможности для опрыски есть в Китсбюэле. Это и водный комплекс «Аква-арена», это казино, это санные трассы, это каток. Ну, во всяком случае, всегда есть чем заняться, помимо отеля. И отельная база. Вот так великолепно выглядит Китсбюэль сверху. Это отель «Вайсес Рюссель», 5 звезд, расположенный в самом центре. Это отель «Шлосс Лейбенберг». Очень красивый такой замковый отель, всегда тоже привлекает наших туристов. Это хорошие четверки, действительно достойные, действительно все с бассейнами. Это Шварцер Адлер, Мария Терезия, Кайзерхоф. И то, что условно называется бюджетом в Китсбюэле, это отель «Энштрассер», отель «Рэш». Хотя есть в Китсбюэле и бюджетные апартаменты, колпинг-хаус, тоже они всегда есть в нашей программе. И тоже пользуются большим спросом у туристов. Следующий пункт нашей программы – это… Прошу прощения, сейчас я… Не отключается. Это, ну, скажем так, изюминка на торте, вернее, вишенка на торте. Это, конечно же, самый популярный курорт. Один из самых популярных курортов Тироли – это курорт Майрхофен, расположен он в долине Целерталь. Долина Целерталь действительно привлекает огромное количество всех туристов, и далеко не только российских. Очень популярное место отдыха по вполне объективным причинам, потому что там действительно великолепное соотношение цена-качество – это раз. И огромный выбор трасс. Всего в долине Целерталь более 600 километров трасс. И курорты, вот в частности, которые здесь представлены на сайте – Майрхофен, Хиппах, Целямциллер, Фюган, Тукс, он же ледник Интертукс еще. В самой долине Целерталь четыре больших зоны катания. В самом низу долины, внизу слайда, находится зона катания «Ски Оптималь». Это курорты Фюган, Хохфюган и Кальтенбах. Чуть выше находится курорт Целямциллер. И это курорты Целямциллер, Герлос, Кёнигс, Лейтен, которые объединяются в зону катания Целерталь-Арена. Еще выше находится наш любимый Майрхофен, который объединяется с другим курортом Ланнерсбах. И это Целерталь-3000, и это самое-самое вожделенное, что хотят все туристы, конечно же, наши. Ну и наверху слайда представлен ледник Интертукс и поселок Тукс в самом конце. Вот все эти четыре больших зоны катания, регионы катания, они объединены с Кипасом и с Кибусом. С друг с другом они не связаны, но можно каждый день менять зону катания и кататься в новом месте. Вот то, о чем я говорила. Четыре больших зоны катания, более 600 километров горнолыжных трасс и максимальная высота это 3250 метров. Конечно же, это на леднике Интертукс, это довольно высоко. Это гарантированное катание, 100% гарантия снежного покрова в любое время. И отмечу, что ледник Интертукс это единственный ледник, который работает круглогодично. И между всеми этими регионами катания можно ездить либо на Скибусе, либо пользоваться железной дорогой, небольшая такая, ходит по долине Целерталь, электричка. Но чуть более подробно о Мейрхофене, потому что в основном туристы, конечно же, все хотят Мейрхофен. И это понятно, потому что Мейрхофен самый известный, самый раскрученный, самый, наверное, веселый, тусовочный. Хотя это довольно все-таки субъективно. Я думаю, здесь в большей степени это исторически так сложилось, что все хотят Мейрхофена и все знают Мейрхофен. Потому что сама зона Мейрхофена, это регион Ски Целерталь 3000, как я говорила, это порядка 160 километров трассы, примерно такого же размера зоны катания, которые Целерталь, Арена и Ски Оптималь, которые тоже есть в начале долины. Что такого замечательного в Мейрхофене? Конечно же, на что нужно обратить внимание? Это то, что в Мейрхофене нет трасс до самого низа. То есть непосредственно в поселок спуститься нельзя. То есть поднимаясь, вы оказываетесь в зону катания, и там можно кататься во все стороны, направо-налево. Это мы говорим про Гуру Пенке. В Мейрхофене есть другая гора, Ахорнбан. С нее можно спуститься непосредственно в поселок, но она играет роль такой домашней горы, хотя это довольно хорошая, сильная трасса. И трассы сверху до низа обычно, в общем-то, не все подготовленные лыжники могут пройти без перерыва. Но она больше подходит, особенно в верхней части. Там занимается горнолыжная школа, там потише, поспокойнее. И детки именно там встают на лыжи, большей частью. Что же такого еще замечательного в Мейрхофене? Сама гора Пенкин, та самая вожделенная гора Пенкин, она не очень высокая. И катание здесь тоже примерно на тех же высотах, что и мы говорили. И Цель Амзея, и тот же самый Китсбель. Общая протяженность трасс порядка 160 километров примерно. Ну и, конечно же, сноуборд-парк. Очень хороший, очень такой популярный, потому что Мейрхофен пользуется большим спросом и интересом у молодежной аудитории, у сноубордистов, которые сюда приезжают. Ну и, конечно же, лыжная школа, детский сад. Вот это все присутствует в Мейрхофене. Помимо прочего, есть в Мейрхофене спортивный комплекс Erlen Nisbad. Тот самый, который водный комплекс с бассейнами, с большим калийвыбром саун. Ну и, конечно же, это бары, дискотеки, рестораны. И, если говорить вкратце, какой Мейрхофен и кому его можно рекомендовать, Мейрхофен действительно демократичный и универсальный. И Мейрхофен можно рекомендовать всем, потому что он универсальный. Из нюансов следует отметить, что, конечно, в Мейрхофене много российских туристов, и очень хорошо все подставлено. Есть и гиды, работающие в Мейрхофене. Ну и для любителей разнообразного катания, потому что в зависимости от погоды можно поехать всегда на ледник интертукс, если прекрасно, если светит солнце. Если погода не очень удачная, можно кататься в домашней зоне, можно съездить в Целерталь-Арена, где тоже очень хороший эскиз сафари предлагается, очень популярный у наших туристов. Ну, во всяком случае, Мейрхофен действительно достойный курорт, и действительно сюда приезжает много туристов. И именно для этого у нас в Мейрхофене, как и на многих других курортах, есть квот, есть гарантированные номера на весь сезон. Особенно мы стараемся, конечно же, в бюджетной сфере. И традиционно наши любимые пансион Ризер, который находится прямо около подъемника апартамента Кирхер, и два пансиона Кумбихлыхов и Мозык у нас есть гарантированно на весь сезон. Поэтому обращайтесь обязательно, будем рады помочь, особенно если речь идет о группах. Просьба, конечно же, как я уже повторяюсь, заранее об этом говорить. Ну и самый популярный отель, конечно же, это отель Штрасс, который расположен прямо около подъемника. очень спрашиваемый всегда. К сожалению, несмотря на то, что он большой, он не всегда подтверждается. Но мы стараемся всегда, конечно же, найти возможность для туристов и работаем с ним довольно успешно. Ну, по отелям, наверное, не буду больше вас сейчас загружать, чтобы успеть еще несколько курортов рассмотреть вкратце. Это курорт Зюльден. Курорт Зюльден, он находится уже в западном Тироле, если помните, слайд с картой Тироля. И это курорт, открывающий несколько серий западно-тирульских курортов. Курорт, если мы говорили, что изюминкой всегда будет, скажем, наличие ледника, в частности, в Майрхофене можно, проживая, кататься на леднике Хинтертубс или проживая в Целямзее, ездить на леднике Чштайнхорн, он же Капрун. То в Зюльдене, собственно говоря, все катание, оно сводится к катанию на ледниках. И в Зюльдене ледник не то что один, их целых два. Они связаны друг с другом в верхней части, вот на схеме катания здесь это видно. В самом Зюльдене два подъемника, условно говоря, левый и правый, один Гиги-Йох, другой Гайслах-Коголь. И наверху можно, передвигаясь с одного подъемника, дойти до другого. И быть как бы в ледниковые зоны. Катание в Зюльдене действительно очень хорошее, очень разнообразное. Сам курорт достаточно высокий и проблем со снегом нет. Высота катания до 3248-348 метров. В самом Зюльдене есть три зоны катания, которые выше 3000 метров. И сам курорт как бы раскручивает эту тему Биг-Фри-Ралли с тем, чтобы туристы посетили все высокогорные области. Есть очень длинные трассы, возможно, спуск до самого низу в Зюльдене. В Зюльдене же проводится один самый первый этап Кубка мира. Обычно он открывает весь горнолыжный сезон в октябре месяце. Еще следует отметить, хотя в рамках сегодняшней встречи не рассматриваем курорт Обергурголь, но недалеко от Зюльдена есть еще такой замечательный курорт Обергурголь. И если вы покупаете на неделю пропуск на горнолыжные подъемники в Зюльдене, то один день катания входит в Обергурголь. И туристы с удовольствием ездят туда, потому что это действительно такое тоже, несмотря на то, что там нет длинняков, но это интересное катание. И все его тоже обязательно посещают, этот курорт Обергурголь. Что еще такого замечательного в Зюльдене сказать? Можно сказать, что Зюльден в последние несколько лет стал шире известен благодаря съемкам, проходившим здесь съемкам сериала про Джеймса Бонда. И все высокогорные съемки, если вы помните, снимались именно здесь, в ресторане. И теперь все здесь напоминает, здесь есть таблички, здесь Джеймс Бонд что-то делал, здесь другое что-то. Ну, это любопытно, это привлекает в том числе туристов, и об этом стоит упомянуть. Ну, а вообще Зюльден, конечно же, это в первую очередь, наверное, тусовочный курорт, и он носит звание с гордостью Альпийской Ибицы, потому что сюда приезжает очень большое количество людей, такой вот с нацеленностью не только кататься, но и очень активно отдохнуть вечером в многочисленных клубах, дискотеках, опрыски барах. И здесь действительно такое веселье, как бы оно вот разведено немножко на другой уровень. Хотя отмечу, что эта возможность есть везде на всех курортах, это и в Мерхофене, и в Целямзее, но здесь она как бы вот достигает своего апогея. Есть в Мерхофене, ой, прошу прощения, в Зюльдене комплекс Фрайцайт-Аренам, в самом центре расположены, с бассейнами, с саунами, можно входить сюда. И отмечу, что многие отели работают по системе объединения с Фрайцайт-Ареной, и при проживании в отелях можно получать бесплатный доступ в Фрайцайт-Арену. Возможно, все такое уточняйте, мы с удовольствием подскажем, в каких отелях это есть. Что еще есть, ну, не в самом Зюльдене, но в долине Эдсталь, а Зюльден находится в долине Эдсталь, это в расположенном ниже поселке Ленгенфельд есть термальный комплекс Аквадом. Огромный комплекс, построенный тоже не так давно, и туристы, многие приезжающие туда едут на целый день, из Зюльдена выезжают, и гиды обычно даже стараются организовать трансферы и поездки туда, или же можно это в вечернее время сделать, можно спокойно взять такси и доехать туда самостоятельно, если оно, во всяком случае, это действительно, то есть, грандиознейшие сооружения с открытыми бассейнами в виде чаш, там, закрытыми, и туда стоит поехать. Ну, а кому посоветовать поехать в Зюльден, конечно же, для желающих активно отдохнуть, для тех, кто любит катание на высоте, катание на ледниках, для желающих посетить термальный комплекс Аквадом, но я бы хотела, конечно же, еще раз акцентировать ваше внимание на том, что, несмотря на то, что Зюльден такой тусовочный, это не значит, что туда не надо ехать с детьми, потому что там вот такая тусовка-тусовка. Это, разумеется, не так, и в Зюльден все-таки скорее универсальный курорт, и в первую очередь, а лишь во второй очередь тусовочный. Ну и отель в Зюльдене, есть один отель, имеющий категорию 5 звезд в Зюльдене, который называется Централь, и довольно много отелей, имеющих категорию 4 звезды. Это отель Лебезонная, расположенный около подъемников, Региена, расположенная около другого подъемника, очень популярный, очень любимый российскими туристами, а также отель, я бы хотела обратить внимание на парк-отель, который не имеет категорию, но при этом он, условно говоря, 3 плюс 4 звезды примерно соответствует, и отель Тироль, тоже хороший отель в этой категории. Ну, наверное, с Зюльденом мы закончим и переедем в Ишигаль. Ишигаль – это курорт, тоже расположенный в западной части Тироля. Это курорт, который отличается от большинства и австрийских, и тирольских в том числе, потому что он довольно молодой курорт. Сам в себе это была небольшая деревня, и, собственно говоря, строительство и горнолыжный бум начались здесь уже в 50-е, 60-е годы. И именно поэтому здесь все было организовано очень разумно, то есть строилась сразу огромная зона катания. И именно поэтому удалось построить интереснейшую зону катания. Я имею в виду и трассы, и подъемники, и их взаимоотношения, взаимодействия, и как это все легло на ландшафты гор. И именно поэтому Ишигаль считается по праву одной из самых лучших зон катания. Если вы как бы разговариваете с лыжниками, которые были, очень многие, посетив другие курорты, все равно скажут, что Ишигаль – это лучшая либо одна действительно из лучших зон катания. И это действительно так. Что еще есть замечательного в Ишгли? В Ишгли нету ледника, но курорт довольно высокий. Он находится сам по себе выше даже, чем Зюльден. И несмотря на то, что высшая точка подъемника – это 2860 метров, тем не менее курорт, не испытывающий проблем со снегом никогда. Это курорт, который предлагает более 200 километров трасс. Это курорт, который находится в долине Пацнаун. И в этой же долине есть несколько других курортов, которые тоже стоит посетить хотя бы на один день. Хотя бы некоторые из них – это курорты Галтюр и Каппл. И они объединены, конечно же, эскибасами и эскибасами. Что наиболее привлекает, конечно же, такая изюминка Вышгли – это то, что зона катания объединена с другим курортом, который называется Самнаун, и который находится на территории Швейцарии. Но мало того, что здесь катание осуществляется в двух странах, Самнаун еще сам по себе является зоной беспошлиной торговли. И поэтому это отчасти как бы с улыбкой все делается, но это не шутка, это действительно так. Везде стоят указатели Дьюти Фри. Направо, налево, в зоне катания, на высоте 2,5 тысяч метров вы едете и можете по указателям приехать в магазин Дьюти Фри, со скидкой купить беспошлиные товары и вернуться к себе в Вышкаль. Понятно, что это не носит характер массовых закупок, но тем не менее обычно туристы, но далеко не каждый доедет до Самнауна, они пользуются этой возможностью в качестве цели, в качестве веселья в первую очередь. В Вышкале, конечно же, очень хорошие трассы, и это главное, что есть в Вышкале. В Вышкале есть, конечно же, и сноуборд-парк, в Вышкале есть и ночное катание, и санная трасса. Это все как бы присутствует. Чем еще отличается Ишигаль, это тем, что это один из немногих курортов тоже, где нет скибасов, потому что он очень компактный, он очень расположен на небольшой территории и на разных уровнях этой территории. И для удобства туристов здесь работают эскалаторы, то есть из одной части можно доехать на таком траволатор-эскалатор до подъемников непосредственно. Во всяком случае, скибасы ходят только по долине между курортами. В самом Ишкале скибасов нет, потому что они там реально не нужны, потому что это очень небольшая зона, небольшой сам по себе курорт, и все там помещается. Какой Ишигаль? Ишигаль, конечно же, модный, комфортный, тусовочный. И Ишигаль, к сожалению, все-таки мы его относим к условно дорогим курортам. И один из слоганов Ишигаля, который есть у них в логотипе и на их официальном сайте туристического офиса Ишигаля, «Relax if you can», то есть если ты можешь себе позволить, отдыхай. И это вот, увы, далеко не каждая наши туристы сейчас в современных условиях могут себе это позволить, хотя очень многие хотят, а те, кто могут позволить, с удовольствием туда едут. Кому рекомендовать Ишигаль? Ну, наверное, я бы даже сказала, наиболее продвинутым лыжникам. Для тех, кто очень хочет хорошо кататься, Ишигаль стоит поехать. Для тех, кто привык к хорошему опрыски, это тоже. И слайд, на котором представлено фото с большого события, большого концерта под открытым небом, который проходит на высоте. Вот как бы это все подтверждается и демонстрируется. Ну и вот, собственно говоря, наверное, все про Ишигаль. Ну и вкратце об отельной базе. Отель, имеющий категорию 5,91, выжгли. Это отель «Трофан Рояль». И очень-очень много отелей «Четыре звезды». Уж коль скоро он такой весь все-таки элитный и недоступный, здесь действительно отели очень дорогие. Но продиктовывается это, конечно же, не только потому, что они вот такие модные и элитные сами по себе, просто это курорт, который работает исключительно зимой. И в силу этого ценообразование выжгли оно такое вот, что надо все в течение нескольких зимних месяцев заработать. В отличие от тех же курортов, которые мы рассматривали с вами в Зайсбург-Ирландии, целям за и капун, которые абсолютно круглогодичны. В отличие от курортов в долине Гаштайн, в отличие от Мэрхосина и Кицбюэля, куда и летом приезжает очень-очень много туристов. Ну и еще один курорт, который мы сегодня хотели, конечно, обратить внимание, потому что без него нельзя обойтись. Это курорт Сант-Антон, Сант-Антон-Амарльберг, если быть точным. И это курорт, расположенный совсем на западе Тироля, и он граничит с федеральной землей Фор-Арльберг. И в этом Фор-Арльберге есть другой курорт Лех. Вот на слайде на схеме катания это видно. И это два объединенных курорта. Фактически это все называется Арльберг. И два курорта Сант-Антон и Лех, которые находятся по разные стороны от этой горы. Ну, что сказать об этом курорте? Конечно же, это один из тоже, наверное, наряду с Ижгалем. Не буду расставлять между ними номера, кто первый, кто второй. Сант-Антон первый исторически, потому что здесь тоже зарождался и горнолыжный спорт, и первые лыжные школы. Все это происходило здесь. Протяженность трасс огромная. Трассы очень хорошие, трассы очень непростые. И кому нельзя, наверное, рекомендовать совсем начинающим людям. Ставить лыжные школы все равно, потому что лыжные школы катаются, как правило, на небольшом количестве трасс. Но трассы здесь есть такие специально неподготовленные, неотротраченные. И это, если так можно сказать, фишка Сант-Антона. Сюда приезжают люди кататься на не совсем подготовленных, не на 100% отротраченных трассах. В остальном, это, конечно же, универсальный курорт Сант-Антон. Он прекрасен. Вот на слайде пешеходная часть его с великолепной улицей, которая находится между двумя подъемниками в Сант-Антоне. Два подъемника тоже. Наверху они объединены. И вот то, что произошло совсем недавно, два года назад, это связка Сант-Антона с Лехом. И теперь в Лех можно не только ехать, как раньше было на автобусе, из Сант-Антона, но и добраться туда, что называется, не снимая лыж и ботинок. Ну вот здесь немножечко, прошу опечатка, остался Ишгель. На самом деле, конечно же, речь идет про Сант-Антон. Сант-Антон, он какой, он спортивный, он престижный, он тоже тусовочный. Это третий курорт среди альпийских курортов, который входит в клуб элитных лучших курортов Альп. Если вы помните, мы говорили, это очень странно, туда входит курорт Зейфельд, туда входит курорт Китсбейль, и туда входит курорт Сант-Антон. В Сант-Антоне, конечно же, есть чем заняться еще. Это и спортивный комплекс, это и многочисленные бары и рестораны, это каток, это теннисные корты. Ну, во всяком случае, все для великолепного отдыха здесь есть. Но, оговорюсь, все-таки это тоже не, скажем, демократичный курорт в плане ценообразования. И это курорт, который, ну, может быть, там спорит по дороговизне с тем же самым Ишигалем, ну, где-то вот, наверное, они на равных находятся. Отели. Один отель категории 5 звезд в Сант-Антоне находится, это Рафл Сант-Антонер-Хофф. И довольно большой выбор отелей категории 4 звезды, это Шварц и Радлер, Арльберг, наиболее популярные отели, Телепост. Немного, но они есть, отели категории 3 звезды, но они все-таки сравнивать категории 3 звезды, скажем, отели в Сант-Антоне и в Бангаштайне, к сожалению, не в пользу первого. Ну, и совсем-совсем коротко, наш последний курорт, который мы сегодня рассмотрим, это курорт, тоже в западной части Тироля расположенный, это курорт Сирфаус, курорт, который тоже не совсем похож на всех, и поэтому стоит о нем сказать как бы отдельно. На самом деле это не совсем даже один курорт, это три курорта, объединенных друг с другом, это Сирфаус, Фис и Ладис, на слайде вот они видны, три курорта, и это как бы такие три долины, и в верхней части они все соединены подъемниками и трассами. Образует так называемый эскиз сафари, очень-очень популярный у туристов. Что замечательно в Сирфаусе? Это то, что сам себе курорт довольно высокий, он находится на высоте 1200 метров, и максимальная точка катания, хотя и не очень большая, но это очень снежное место. Кстати, сказать так же, как и предыдущий нам рассмотренный курорт, Сант-Антон, это одно из наиболее снежных мест, как-то там вот так расположены основные хребты и направления всех воздушных масс, что проблем тут нету и никогда не бывает. И, как я уже сказала, это три курорта, объединены друг с другом. Что еще отличает Сирфаус? Сирфаус – это то, что в Сирфаусе нету скибасов традиционно, хотя он довольно протяженный, именно в длину вытянутый курорт, такой классический. И это вообще курорт, свободный от автомобиля. То есть, если вы приезжаете покататься в Сирфаус, то на въезде, уж так вам, вы оставляете на большой парковке автомобиль, а дальше вы можете пройти в Сирфаус и воспользоваться услугами метро, которые действительно существуют в горах под поселком Сирфаус. Небольшая одна ветка, состоящая, по-моему, из пяти или шести станций на въезде в поселок и у подъемников, у всех, которые расходятся веером в конце поселка. Легкое метро на воздушной подушке, очень беззвучное, очень удобное, очень комфортное. Ну, вот такое вот метро. Чем еще замечательный Сирфаус? И это, конечно же, он известен своими горнолыжными школами, горнолыжными детскими парками. И сюда приезжает в основном, вернее, привлекает сюда очень много туристов, которые хотят поставить детей на лыжи маленьких. И здесь действительно для этого созданы все возможности. Причем это касается не только этих лыжных парков, но и отелей. Отели предлагают большой выбор разнообразных семейных номеров, для всех видов и составов количественного. И это есть очень во многих отелях. Это действительно так. Для кого Сирфаус? Для хорошего отдыха, для того, чтобы поставить детей на лыжи, и для очень комфортного катания. То есть, несмотря на то, что здесь очень большая зона катания, она при этом очень комфортная зона катания. И оно в том числе и разнообразно. Ну и посещать вот эти вот прекрасные детские парки здесь стоит. Ну, на этом все. Спасибо большое за внимание. Еще раз напомню, меня зовут Татьяна Покровская. Хотела бы еще воспользоваться случаем всех поздравить с наступлением нового сезона. Приглашаем вас всех в Альпы, в Австрию. Желаем вам хорошего сезона. Ну и если есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Писать лучше всего по адресу austria-intourist.ru Как наш старый сайт. Мы всегда отвечаем очень быстро, оперативно, напрямую связываемся с вами. Ну и позвонить всегда можно, спросить. Мы ответим на любые вопросы. Будем им рады. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok